Друзья, давайте поговорим как раз и на эту тему с нашим первым сегодняшним гостем Сергеем Асланяйным, ведущим программ канала Ходорковский Лайв. Сергей, я вас приветствую. Здравствуйте, Питер, рад вас видеть. Рад вас видеть, Сергей. Я не знаю, что вы делали. Это, знаете, вот 11 сентября 2001 года, это такой водораздельный момент, подобно для американцев убийства JFK, да. Все помнят, когда, что, где и что они делали в этот момент. Вот, может быть, коротко очень с этого хотел бы спросить, что для вас был вот этот день? 11 сентября это было днем, который нельзя было нейтрально воспринимать, как не касающиеся тебя события и проблемы. Это было абсолютно страшно, это было в прямом эфире, и я очень хорошо помню этот день, я помню, как я это видел. И я помню круг людей, которые в этот момент меня теребили, дергали за руках, и абсолютно все говорили, мы же понимаем, что это ужасно. Мы это понимали, и это было очень страшно, и это было неправдоподобно, потому что прежде такое показывали только в кино. И никак и нигде нельзя было это увидеть, и вообще террористических актов в прямом эфире до того момента не было. Они всегда прилагались в качестве послесловия какой-то спецоперации, когда уже все расставлены по своим местам, и объясняют, как именно они победили данную проблему данного врага. А здесь после первого самолета уже были включены абсолютно все средства массовой информации, тогда можно было все. Интернета как такового тогда еще не было в его нынешнем виде, но телеканалы, в том числе российские, это показывали. И показывали достойно, показывали не смакуя и не глумясь, показывая в понимании того, что это ужас, который касается абсолютно всех. И когда второй самолет, который все увидели, вот попадание второго самолета, оно было в прямом эфире. И вся планета смотрела, вся планета видела, и вся планета ужасалась. А потом пошли сообщения о том, что еще Пентагон, а потом еще пришло сообщение о самолете, который не долетел, потому что люди принесли себя в жертву, но в битве с террористами предпочли разбиться в самолете, но не дать ему возможности выйти на цель. И вот это все, оно было не единомоментным, когда ты включил новости, испугался, выключил новости, и больше это тебя не касается, потому что эти новости уже прошли, их уже нет, и никто тебя не заставляет возвращаться в них. А здесь это началось и не закончилось очень долго, потому что был первый день, был второй день, был третий день, было послесловие, был анализ, были сообщения, было очень много разных нюансов. И одно событие, одни факты накладываются на другие, и от этого становилось еще страшнее. И так получилось, что у меня вот в этот день был день рождения очень близкого человека, и я попытался его поздравить, и он сказал, да ты что, ну какой может быть день рождения, когда такое происходит? Вы знаете, вы упомянули, что это было достойно, подавалось это без ликования вообще какого-либо в российских СМИ. Я помню, даже Россия направила тогда гуманитарную помощь Америке, американскому народу, и собственно даже Владимир Путин тогда говорил, что, во-первых, он предостерегал Америку, и предупреждал, что такое возможно, потом предлагал всяческую помощь, в том числе и в противотеррористической, контртеррористической борьбе США. То есть на какой, ну опять-таки можно спорить о искренности тогда этих предложений Путина, но вот какой огромный путь пройден, да, вот с того момента 2001 года, и вот сейчас, я вот до того, как вы с нами вышли на связь, Сергей, я цитировал Медведева, который вот вчера, явно имея в виду эту грядущую, сегодня наступившую годовщину, вот он говорит, не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществляют атаку в стиле 11.09.2001, но с атомной или биологической составляющей, или того почище, сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании орудия массового поражения, тем более, что ядерный круг постоянно расширяется, и значительная его часть никакими обязательствами не связана. Но вот тут только остается догадываться, кого он имеет в виду под террористами, то есть, которые могут осуществить такую атаку, возможно, он имеет в виду людей, очень близких ему самому. Ну и вот Виталий Порников, известный украинский журналист, вот он характеризует этот очередной высер Медведева, простите за мой французский, в телеграм-канале, как вот демонстрация боязни в Медведево, Путина и компании, все-таки грядущего поражения России на поле боя в Украине. У Медведева есть одна очень важная черта, важная его характеристика. Медведев вообще никто, то есть он никто ни в какой конфигурации, он человек без веса, без позиции, у него есть какое-то прошлое, и Медведев это та самая домохозяйка, та самая кухарка, которая управляет государством, и иногда бывает так, что подкрадываются в замочную скважину, подглядывают за тем, как Медведев управляет на кухне государства. И почему-то считают необходимым это, ну так или иначе, предъявить. Таким же успехом можно было бы, в принципе, публиковать, например, по понедельникам высказывания любого московского таксиста. И очень глубоко анализировать, как вы думаете, что за этим стоит? Ведь наверняка же вот эти люди, так глубоко погруженные в суть происходящих процессов, очень хорошо знакомы с социологическим срезом своих клиентов, они ведь в состоянии обобщать и аналитически осмысливать такие пласты информации. Вот смотрите, он же сказал, таксист, на прошлой неделе, что не только картошка подорожает, но и арбузы. И за этим же стоит сразу понятно, что тенденция увеличения доли нитратов в удобрениях. Об этом сразу можно свидетельствовать и анализировать. В принципе, положение, как сейчас производится удобрение из селитра, а селитра, она боеприпасы, а боеприпасов не хватает. Поэтому мы понимаем, что нехватка арбузов в России, она обусловлена тем, что война перераспределила финансовые потоки, а также потоки селитры. Мы можем делать огромное количество умных заключений на анализе вот этого самого поведения таксиста. Медведев это то же самое. То есть Медведев это в принципе вообще ничего. И вот ровно до тех пор, пока на него обращают внимание, до тех пор он и пенится. Если вдруг в какой-то момент на его высказывание будет отсутствовать реакция, так получается, что из России мало что в принципе достоверного попадает по ту сторону демаркационной линии и мало что подлежит так или иначе удумчивому анализу. Ну просто не с кем общаться тут, что Путина, что ли, цитировать или слушать. Но есть некие поступки. За Медведевым поступков нету никаких. Он никуда не ездит, он ничего не делает, никакой кнопкой он не обладает, он даже в принципе шариковой ручкой в носу не ковыряется. То есть в принципе действия этого человека ноль. Обращать на него внимания смысла не имеет. Если вдруг придать его забвению, договорившись, давайте так, что Медведев не сказал, мы не реагируем. Не оскудеет информационная поляна. Ну, знаете, с одной стороны, да, я вот слушаю вас, и, наверное, это в том числе и в мой камень огород, и, наверное, заслуженно я тоже, вот, подняв этот вопрос по свойству этому, с другой стороны, знаете, в условиях того, что мы сейчас слышим, все больше и больше разговоров, и в том числе от западных союзников, и некоторых представителей американской политической элиты, тот же Илон Маск, что нужно договариваться, и Украине будет сложно победить, и так далее. То есть, когда они говорят о переговорах, вот им просто нужно все-таки ознакомиться с риторикой Медведева, как того, который, может быть, и не представляет собой власть, тем не менее, он, наверное, высказывает какое-то мнение по поводу украинцев, да, некого коллективного Путина, что это не страна, что все цели СВО будут выполнены, и что Украина должна быть расформирована, по сути. И вот это важно донести, чтобы они понимали, что договариваться будет не с кем и не о чем. Вот у меня есть такой хороший украинский-одетский поэт, известный Борис Херсонский, вот он просто, высказал, если не позволите, коротенький пост его, он пишет о том, что нужно собрать все посты Медведева в хронологическом порядке, опубликовать их отдельно, перевести эту во всех отношениях книгу на основные европейские языки, позаботиться о том, чтобы эта книга была прочитана, не пожалеть денег на продвижение за рубежом, и обязательно указать, какой пост он занимает ныне. Все-таки пост у него, ну, он высокопоставленный чиновник. И да, я даже знаю, какая фотография фигуранта должна быть на суперобложке. Вы знаете, да, это мокрое, злобное, под дождем лицо бывшего российского президента. Мир должен это знать. Ну, ладно, все равно подходим к другой теме с, опять-таки, этой фигурой Медведева. Он уже успел повторить эти угрозы, по сути, ядерные, в адрес Еврокомиссии сейчас, знаете. То есть, вот очень обиделся, что Еврокомиссия подтверждает санкции в отношении россиян, которые захотят въехать на машине с российскими номерами. Их действия оценят как запрещенный импорт. Такой вес попадает под таможенные коды, перечисленные в приложении 21. На вопрос, могут ли российские граждане временно привозить с собой личные вещи, транспортные средства, перечисленные в приложении 21 к статье 3i в Евросоюз? Например, в туристических целях Еврокомиссия ответила нет. То есть, летом россияне, приезжавшие к Германию на своих автомобилях, уже столкнулись с их арестами таможней. Ну и под риском ввоз в ЕС личных вещей россиян, в том числе туристов, это косметика, чемоданы, ноутбуки, телефоны. Так сказал РБК-партнер юрфирмы Аквиз Юрий Шумилов. Помимо этого, под угрозой запретов ввоз изделий из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, фотокамеры, шампуни, зубные пасты и прочее. Ну вот я не знаю, как вы расцениваете вот такое телодвижение со стороны Евросоюза. Вот Александр Невзоров, не знаю, видели ли его последний блог, он говорит, что вот вместо этого домоклого меча, санкции над российской державой, вот это действие, он ее назвал как гильотины для мышиных хвостиков. Ну тем более, что у мышки с хвостиком большие проблемы. Хвост-то есть у крысы, а с мышкой там, если еще нужно поискать хвостик. Да, да, да. Но в этом отношении Невзоров абсолютно прав, потому что мы видим в очередной раз глупость, безумие, слабость и, по большому счету, идиотизм людей, принимавших подобное решение. Потому что они поддались на пропаганду Путина и поставили знак равенства между любым русскоговорящим и путинистом. И вот введя такие санкции, они четко показывают, что мы в вас, русских, разбираться не будем. Нам без разницы, Ходорковский, Навальный или Путин. Вы для нас абсолютно одинаковые. До тех пор, пока вы говорите на русском языке, вы для нас фашисты, стремящиеся оккупировать Европу. И то, что среди вас есть приличные люди, мы не собираемся принимать этого внимания. И поэтому любой человек, который удрал от Путина, он не перебежчик, он не наш партнер, он не наш союзник, он турист. И он едет в Европу только с одной целью – развлекаться и тешиться. Он не от Путина сбежал, не от войны спасся. Он не примчался в Европу со своими идеями, со своей жизнью, с тем, чтобы интегрироваться в эту Европу и научить Европу понимание России, что приведет к победе Европы над Россией. Нет, его тут же хватает за руку и говорят, а что это ты с айфончиком? А почему ты на машине? Значит так, русский, если уж он приполз, он должен быть сир, босс и наг, он должен быть обязательно в рубище, он должен быть обязательно со справкой. Там написано, что его пытали в НКВД, что ему грозит смертельная опасность, иначе мы не поверим. В противных случаях, а что это ты такой лоснящийся судак нам на машине приехал и прикидываешься беженцам, да еще с айфончиком? Ты путинист, ты враг, ты фашист, поэтому мы тебя во что бы то ни стало раскулачим, именно потому что все, что говорит на русском языке, все, у чего есть красный паспорт, оно только за Путина. И других вариантов среди вас нет. Факты говорят об обратном. Еще как есть. А мы не хотим принимать этого внимания. Это вот то же самое, как англичане в 45-м году, белогвардейцев и казаков, которых по Европе удалось наловить, отдали Сталину на уничтожение. Эти люди в большинстве своем даже не были гражданами Советского Союза, они были гражданами Российской империи. А англичане сказали, а что с вами разбираться? Ну, у вас же Сталин демократично избранный президент, если что, вы же его переизберете на новых выборах, если он вам не нравится. Поэтому разбирайтесь сами. И эти люди были отданы на уничтожение и с женами, и со стариками, и с детьми. И все они были уничтожены в концлагерях. И англичане их отдали на съедение, и еще проследили, чтобы никто не вырвался. И часть из них смогла, по крайней мере, покончить с собой прямо там, потому что были при оружии. А остальных покорно сдали и покорно уничтожили. И Англия по этому поводу подняла бровь и сказала, ну что ж, вот видите, вот таков русский путь. Вот сейчас повторяется точно такой же сценарий. Да мы не собираемся с вами разбираться. Это такой вот конкретный совершенно расизм, когда разве негры, они не все одинаковые? А разве узкоглазые, они делятся на какие-то там нации? Они делятся на хороших и плохих. Разве среди них могут быть хорошие? Мы же со своей толерантностью расистской считаем, что они все одинаковые, и русские тоже не смеют быть разными. Если мы вас, русскоговорящих с красными паспортами, приговорили к единообразию Путина подчинению и пресмыканию перед властью, то вы все лазутчики, чуждого нам образа жизни, поэтому мы вас покараем. Это такая шикарная борьба с Путиным. Отобрать машину у журналиста, который приехал чудом, совершенно спасшись от Путина, не в нищем состоянии, не в обносках и не босиком машину вывез. А как это ты смел бороться с Путиным и с режимом? У нас в инструкции написано, что те, кто борются с режимом, они сейчас по тюрьмам сидят, а ты что-то и не в тюрьме, и у тебя как-то щечки лоснятся. Поэтому мы добьем тебя, ввиду того, что у Путина руки короткие. Он не может не пошарить по твоим карманам, не отобрать твои вещи. А мы можем, потому что мы просвещенная Европа. Именно поэтому мы покараем вас вместо Путина. Вот как выглядит данное распоряжение, которое вчера было опубликовано. То есть, Сергей, если я правильно понял, такой популистический ход, который призван, по крайней мере, на создать видимость того, что что-то делается, учитывая, что санкции экономические пока не привели к прекращению войны действий в Украине, к краху путинского режима, я так правильно понял. С другой стороны, Сергей, мы тоже не можем недооценивать того факта, что в ряде европейских стран, в частности я сейчас говорю про Германию, присутствует очень такая враждебная общая европейская концепция и такое ядро русской диаспоры, российской диаспоры, которая проводит разные российские, промосковские демонстрации. Даже некоторые представители атакуют украинских беженцев. Вы тоже не можете не знать об этом. Из этого следует, что если ваша контрразведка проспала, то не нужно только что сбежавших из концлагеря считать во что бы то ни стало эсэсовцами, переодетыми. Работайте с теми, кто у вас явно совершенно показывает свою неевропейскую позицию и поддерживает Путина. Вот эти люди себя уже заявили. Они уже конкретными действиями себя обозначили. Что вам мешает с ними разбираться? Почему вам нужно обязательно, журналиста, который приехал на своей машине, спасся от Путина и не сел в тюрьму, наказывать конфискацией его автомобиля? А санкции хоть раз было, хоть раз в истории человечества. Были санкции, чтобы привели к декларируемому результату? Что там в Иране с санкциями десятилетними? Что там в Северной Корее с десятилетними санкциями? Что у них Ким Чон Ын похудел от этих санкций? То, что у него полнарода передохло, то, что у него люди сплотились вокруг знамени Ким Чон Ына, это, конечно, шикарное совершенно достижение. Но только Ким Чон Ын как ел в три горла за пятерых, так и продолжает. Как из Японии ему доставляли его любимый сорт виски, так он на этом сорте виски и каждый день совершенно прекрасно начинает этот день и заканчивает его. Как были у него в парадных колоннах Мерседесы, в том числе Гелендвагены в военной раскраске, так они и остаются. И компания Мерседес-Бенц почему-то в этой связи не получила как минимум судебного процесса, с какой стати вдруг в Северной Корее, которая находится под санкциями, по их площади на их парад обязательно выезжают Гелендвагены. Никому даже в голову не пришло с немцами по этому поводу разбираться. Разобрались с северокорейским народом. Средний вес взрослого корейца 40 килограмм. Средний вес взрослого корейца. То есть есть те, кто весит 50, а есть те, кто весит 30. Вот это санкции действительно очень сильно ударили. Но только не по экономике, не по милитаризму. И сейчас Путин у Ким Чон Ина закупает оружие, которое не мог произвести сам, а Ким Чон Ин хвастается, какими подсанкционными ракетами он на сегодняшний день обладает. И у них есть ядерная программа, и они готовы в любой момент ее применить по Японии. Это результат санкций. И сейчас в результате санкций наращивание оборонного потенциала, на самом деле наступательного потенциала России, свидетельствует о том, что на микросхемах интеловских совершенно прекрасно и кинжалы летают, и ониксы летают, и Америка разводит руками и говорит, ну да, наверное, действительно нужно отбирать айфоны на границе у журналистов, которые въехали в Евросоюз. Потому что мы же не можем как-то взять и прекратить бизнес непрямых поставок наших интеловских микросхем, прочей электроники и, самое главное, процессоров, воюющей стороне, которая из них делает оружие уничтожения украинцев. Мы же ничего не можем противопоставить, поэтому мы отберем айфоны на границу. Да, вы говорили про ряд примеров. Еще, конечно же, Куба. Куба с 59-го года под американским эмбарго и пережила и его, и, собственно, падение главного своего союзника-спонсора, по сути, Советского Союза, будучи таким изолированным островом, да, с достаточно неразвитой сельскохозяйственной, в основном, экономикой. Я хотел услышать вас, Сергей, также ваше мнение по поводу того, что все-таки мы продолжаем говорить уже которую неделю о планах генштаба российской армии отправить на войну от 400 до 700 тысяч дополнительно человек. И вот генштаб ВСУ говорит, что это новая волна мобилизации, вот в ближайшее время должна начаться и должна скомпенсировать катастрофические потери живой силы на фронте. Будет она принудительная, собственно, эта массовая мобилизация, и будет в том числе проходить на оккупированных украинских территориях. Призвать планируется также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которых, вероятно, будет использовать в качестве заградотрядов позади российских войск. Так говорят в нашем генштабе. Ну, два простых вопроса. Верите ли вы, что без списка пойдут россияне и на эту мобилизацию, и что до 700 тысяч удастся как-то худобедно снарядить и отправить? И, опять-таки, почему все-таки в качестве заградотрядов, судя по всему, используют почти эксклюзивно, исключительно именно чеченцев? Во-первых, все очень привыкли к лозунгам и к наглядной агитации. Поэтому, если вдруг мобилизация была, есть и будет, то ей регулярно приписывают какие-то очень важные моменты, когда вдруг с транспарантом или с бумажкой, с подписью и печатью, фейковыми, липовыми, не за теми подписями, которые имеют право от лиц подписывать эти документы, ни их уровня, ни по синьке шапки. И, тем не менее, смотрите, вот теперь мы точно знаем, что мобилизация будет. А с чего бы вдруг она прекратилась? Мобилизация как была, так и остается. И что по контракту ловят, что заставляют подписывать контракт призывников. И у этой работы, у этого вида деятельности у него нет какого-то графика, когда больше или меньше. Он ровненько, как танк на ползущей передаче, двигается, пожиная и растаптывая на войну, отправляя все больше и больше количества людей. И у мобилизации нет конца и края. И нет точки, когда сегодня много, а завтра мало. По поводу того, что этих людей невозможно обуть, одеть, вооружить, так это не ставится такая задача. У них, в принципе, единственное что, это сидеть в окопе и сторожить наступление украинской армии. Как только твой окоп заняли, ты там либо сдаешься в плен, либо ты ранен, тебя уничтожает собственная артиллерия. До этого перед тобой накидали мин с тем, чтобы украинские войска не прошли. Тебе дали приказ ни шагу назад, сиди. В этом положении неважно, есть у тебя автомат или нет, есть у тебя портянки или нет, закончились у тебя кирзовые сапоги или нет. Твоя задача здесь сидеть. И после того, как тебя убьют, тем более, или ранят, например, никакой эвакуации быть не может, потому что если твое тело привезти обратно, это означает выплаты и компенсации семье. А так ты пропал без вести, это более экономически выгодно и обоснованно. А заградотряды, конечно, они всегда должны быть из тех, кто верен престолу. И если, например, изначально при советской власти заградотряды 41-го года были из этнических русских, это конвойные войска НКВД, конвойные батальоны НКВД. Это были только-только такие вот прям блинолицые, голубоглазые, прям совсем россияне, русаки совсем. То теперь, ну, породно-этнический маятник качнулся в другую сторону, и нужны более решительные ребята. На Кавказе, в принципе, живут более решительные ребята. Они в целом и действуют стремительнее, и навыки у них, ну, в том числе ближнего боя, ножевого боя, они с молоком матери. Раньше казаки обладали такой способностью с пяти лет фехтовать, скакать на лошади и стрелять из карабина, поэтому были непобедимыми. Именно за это и удостоились казачивания, когда и были уничтожены все нынешние казаки, но не считаем. Поэтому заградотряды, конечно, очень хорошо будут из абсолютно любых нетитульных наций, особенно если они обладают каким-то навыком выживания, приспособляемости и быстрых действий. Чечены для этого идеально подходят, почему бы нет. Тагестанцы подойдут, потом калмыки, если надо. Ну, вот буряты, например, малохольные. Буряты очень хорошо сидят в окопах и ждут, когда им на голову прилетит. И для того, чтобы русские не сдвинулись и не убежали в тыл, нужны те, кто их превосходит по своим тактико-техническим характеристикам, в том числе, например, не пьет. Вот, ну да, вот Кавказ тут может похвастаться устойчивостью к алкоголю. То есть, если русские побежали, нормально можно их перестрелять или перерезать в силу того, что вы-то пили, а мы-то нет, вы-то испугались, а мы-то нет. И если мы вас сейчас не перестреляем, вы оголите их рот, тогда придут за нами, а нам как-то это неудобно. Мы все-таки служим еще и своему хану, а не только вашему царю. Поэтому мы будем максимально решительны в своих действиях. Сергей, у нас уже, я вспоминаю, мы сейчас с вами говорим про это, и я вспоминаю, что была ситуация, когда вы в интервью говорили, собственно, про чеченские народы. Там вышла небольшая неприятность с представителями чеченцев тут в Украине в том числе. Я думаю, что все-таки надо делать акцент на кадыровцев. И говорить не чеченцы, а именно кадыровцы, именно те представители народа, которые другие их представители, живущие и поддерживающие Украину, считают предателями и именно кадыровцами. Я думаю, это очень важно обозначить здесь. Очень бы хотелось, я сильно подозреваю, что и в Чечне тоже будет мобилизация без разбору, когда наберут и кадыровцев, и простых классных ребят, которым так или иначе объяснят, что твоя честь не позволяет не заступиться уже за своих, потому что есть наш мир, есть ваш мир. И они будут, хотят они этого или нет, вовлечены так или иначе в общий сценарий поведения. Но, конечно же, да, они делятся именно на кадыровцев и на всех остальных, и между ними разница очень серьезно нарастает. Сергей, мы спросили жителей столицы, украинцев, что они думают об этой вероятной мобилизации в Российской Федерации. Давайте глянем, что они ответили. Украинского генштаба Россия планирует призвать на войну еще 700 тысяч человек. Как это повлияет на ситуацию на линии фронта? Мнение украинцев. Ну, как, то есть война будет просто продолжаться, то есть будет сложнее освобождать территорию, сложнее как бы достигнуть мира. Это, конечно, прискорбно, как ни смотри. Я думаю, что нашим парням легче от этого не станет. Хотелось бы, конечно, чтобы это не повлияло, но я думаю, что частичное влияние будет. Ситуация ухудшится у россиян в первую очередь, потому что они агрессоры, и даже если они наскребут эти тысячи или миллионы, у них нет мотивации. В конце концов, у тех, кто остался, есть ощущение того, что и для своих они полувраги. Это очень важно, и даже если миллион их придет сюда, нас будет два миллиона, а если будет отдельный призыв, то будет и больше. Я думаю, что они очень деморализованные, так что вряд ли это к чему-то приведет. Я так считаю, что наши вооруженные силы настолько мощные, что способны любую агрессию преодолеть, так что это не имеет никакого смысла. Они хорохорятся, но это такое, ничего у них не получится. С точки зрения обычного гражданина могу сказать, что, конечно, результат какой-то это будет иметь, потому что 700 тысяч – это 700 тысяч, даже 400 тысяч – это все-таки огромное количество людей, которые они, конечно, кинут на передовую и попытаются где-то продавить линию нашей обороны, или, наоборот, попытаться прикрыть то место, где мы прорываемся. Конечно, результат оно будет иметь, но я думаю, не глобальный, хотя это огромная масса людей. Ну, еще такая тема в заключении. Хотел подняться с нами Сергей, несколько минут осталось. Пригожин жив и здоров и находится на острове Карибского моря в Венесуэле. Очень такая детальная уже информация. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на российского аналитика. Судя по всему, это аналитик Валерий Соловей, который утверждает, что Пригожин уклонился от покушения и теперь спокойно живет на острове. Ну, мы знаем, что Валерий Соловей, он уже сколько лет подряд предрекает неминуемую, очень быструю смерть Владимира Путина, но только потому, что Соловей об этом говорит, это же не значит, что мы можем твердо утверждать, что Пригожин не жив и не здоров. Пригожин был в последнее время очень серьезным фактором, раздражающим абсолютно всех, и те, кто занял его, и те, кто против него. Как же здорово, что его рожа исчезла и больше его не показывают. Слушай, до этого Пригожин был каждый день, стоя, лежа из колена. А теперь, да пусть дописывают все, что угодно, пусть расскажут, какие розы у него, то ли на могиле, то ли на грядке, как он шикарно загорает, как он шикарно живет. Самое главное, что вот тут конкретно его больше нет, и слова про него теперь уже и не услышать. Вот так. Последний вопрос, если вы не против. Вот совсем коротко, многосторонний обмен заключенными между Западом и Россией могут включить российских оппозиционеров. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из детских западных стран. Ну и по данных источников, в их числе может оказаться Алексей Навальный. Раньше я слышал про Эвана Гершковича, американского журналиста, который сидит уже в застенках несколько месяцев подряд. Но вот то, что тут может оказаться Навальный, мне, если честно, кажется неправдоподобным. Я просто не уверен, что в обменном фонде у Америки найдется столько, чтобы заполучить в обмен Навального. И вопрос, нужен ли Америке Навальный. Навального обменяют обязательно. Навального поэтому до сих пор и не убили, что он идет как самое главное в обменном фонде. Другое дело, что не в таком линейном обмене. Стопленных на стопленных. Навального будут менять на мир. Вот когда Россия поймет, что ей теперь точно конец, если мы помним, Ходорковского обменяли на Олимпиаду. Очень захотелось величия, и никто не приехал, поэтому давайте, наконец, меняться. Я вам Ходорковского, вы ко мне, свои главы государств. Навальный пойдет тоже по очень высокому счету, и его будут менять на что-то геополитически важное, потому что Россия в этот момент проиграет капитально, и ей нужно будет Навального обменять на выгоду для выхода из войны, для территориальных уступок, для решения того, что иначе не решается. Потому что Навальный – это действительно фигура максимального масштаба, и в обмен на Навального мир согласится на условия России во многом. Интересная мысль. Спасибо огромное, Сергей, что были нашим гостем. Друзья Сергей Асланян, ведущий, Ходорковский лайв-журналист. Яркую. Друзья Сергей Асланян